МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строим, модернизируем, поддерживаем, помогаем, учим, лечим. Этот список можно продолжать долго. Камчатский край всегда славился своей уникальностью и трудолюбием. Насколько был продуктивным 2022 год? Давайте подведем итоги. Весь 2022 год для камчатцев был годом упорного труда и новых вызовов. Вопрос импортозамещения тех товаров, которые сейчас не поставляют в Россию, и тех услуг, которые по разным обстоятельствам пока невозможно получить, заставил предприятие и компании края работать по-новому. И уже есть чем гордиться. Новые сыры, сливочное масло, напитки. Их высоко оценили на конкурсе «Лидер качества», итоги которого подвели в ноябре. Некоторые предприятия показали совершенно новую продукцию, а некоторые подтвердили качество той продукции, которую мы уже знаем. То есть такие предприятия, как «Усть, Камчат, Рыба», они выходят со своими известными во всем мире консервами «Нерка» и «Рогой из Нерки». Поэтому спасибо им за то, что они это делают, потому что это очень важно. Стабильность – это, конечно же, один из признаков качества. А на полях Восточного экономического форума был подписан важный документ. Судоремонтная компания «РемНОВДВ» получила статус резидента территории опережающего развития Камчатка. Развитие судоремонтного кластера – одна из важнейших задач, которые сегодня стоят перед экономикой. И, конечно, в условиях санкции решение этой задачи усложняется. Это действительно так. Прежде всего, потому что, безусловно, существует и существовала определенная зависимость от импортных материалов, от импортного оборудования. И этот вопрос, эта проблема сегодня решается. Но наша задача – поддержать этот проект, тем более в такой непростой период. Современный комплекс позволит создать базу для докового, надводного и навигационного ремонтов и технического обслуживания всех видов рыбопромысловых судов. Кроме того, появятся новые рабочие места на Камчатке. И это лишь один пример из множества решений, которые были приняты в этом году. Для тех, кто работает на благо Камчатки и развивает свой бизнес, предусмотрены многочисленные меры поддержки. В этом году был создан региональный фонд развития промышленности. Он предлагает предпринимателям льготные займы и гранты. Денежную поддержку до 10 миллионов рублей уже получили компания, которая занимается судостроением и судоремонтом, а также крафтовая сыроварня. Сейчас так вообще все стало замечательно, потому что власть настолько доступна и открыта. И когда тебя что-то беспокоит, ты можешь напрямую задать в ряд вопросов, и тебе ответят, вникнут твои проблемы. В этом году были снижены ставки по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, которые занимаются сферой гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания, а также в области спорта, отдыха и развлечений. До конца года в два раза была уменьшена стоимость арендной платы на краевое недвижимое имущество. Решение вопросов по северному завозу позволило снизить цены на субсидируемые продукты питания на 35%. Благодаря нашей работе в текущем году почти тысяча граждан Камчатского края смогли повысить свою квалификацию, либо получить новые знания и опыт. Еще одна забота правительства – сделать так, чтобы каждый в Камчатском крае нашел себе работу по желанию и по специальности. В крае идет комплексная модернизация службы занятости. Сейчас в регионе трудится около 175 тысяч человек. Тем не менее, на Камчатке много вакансий – от 4 до 6 тысяч человек в месяц. В этом году нами был модернизирован Центр занятости населения Усть-Большевицкого муниципального района. Изменился не только внешний облик, стало более удобное место для посещения граждан, но также изменились и внутренние процессы. Теперь служба занятости в своей работе использует клиентоцентричные подходы. Мы ориентированы на жизненные ситуации людей и пытаемся их решить. Люди с самыми редкими и востребованными профессиями приглашаются на работу из-за пределов региона. Для приезжих специалистов действует ряд льгот. Если говорить по цифрам, то в этом году мы привлекли более 80 врачей и более 40 медицинских сестер среднего медперсонала для того, чтобы восполнить нехватку по самым дефицитным профессиям. Не везде это еще удалось сделать, но сдвижки позитивные идут, и мы из года в год будем продолжать эту работу, пока уровень обеспеченности не придет к тому, который требуется, который ждут наши граждане. Новая возможность обеспечить наш регион квалифицированными кадрами появилась благодаря открытию на базе 33-й школы Сеченовского предуниверсария, которую инициировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. 1 сентября в медицинский класс были зачислены 25 десятиклассников. Под эгидой легендарной Сеченовки камчатских школьников будут готовить к поступлению в лучшие медицинские вузы страны. Когда я узнала посередине учебного года, что у нас скрывается медицинский класс, это, во-первых, был шок, во-вторых, страх, потому что, ну это же, наверное, это новые одноклассники, новые педагоги. Но, по большей части, это была радость, потому что это огромная возможность для таких же детей, как я, которые хотят посвятить свою жизнь медицине. В Камчатском политехническом техникуме создали кластер по подготовке кадров для компании «Быстринская горная компания». А на базе Петропавловска средней школы номер 3 также открылся атом-класс в рамках проекта «Школа Росатома». Среди главных достижений года в сфере образования – торжественное открытие после пятилетнего перерыва детского лагеря имени Гагарина. В 2022 году он распахнул двери для 120 школьников. В середине июля там прошла военно-патриотическая смена «Авангард». Новые просторные кабинеты, спортивные и актовые залы, большая светлая столовая. Ученики старших классов школы номер 33 Петропавловска в ноябре приступили к занятиям в новом, только что отстроенном корпусе. Важный залог успешной деятельности – здоровье населения. Улучшить качество и доступность медицинской помощи позволят открытие новой Камчатской краевой больницы. В этом году было принято решение включить медицинский кластер и учреждение здравоохранения для детей. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Средства на архитектурно-строительное проектирование корпуса по поручению Владимира Путина выделят из федерального бюджета. В этом году нам предстоит определиться с концепцией, с заданием на создание такой больницы. Затем мы будем ее проектировать и подходить уже к строительству. Основное, что есть четкая определенность. В детской больнице быть и в едином медицинском кластере она будет завязана. За что, конечно, большая благодарность Ирине Анатолию Нейровой. В 2022 году на Камчатке обновили парк машин скорой помощи. На полуостров поступило 11 автомобилей, которые позволят обеспечивать выполнение важнейшей задачи – качество и доступность медпомощи для жителей Камчатского края. Пообщавшись со специалистами нашей станции скорой помощи, они как раз поделились своими впечатлениями, что в былые годы поступали просто автомобили без медицинской начинки. Сегодня мы видим, что автомобили полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания помощи жителям. Идет и масштабное переоснащение техникой, поликлиник и стационаров. Так, в первую детскую городскую поликлинику закупили новое реабилитационное оборудование. Оно предназначено для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройством аутического спектра. Скорее вернуться к обычной жизни после перенесенных тяжелых травм позволяют тренажеры, закупленные и в поликлиническое отделение Петропавловск-Камчатской городской больницы номер 2. Новое реабилитационное оборудование приобрели в рамках реализации программы «Медицинская реабилитация». Фиксируется полностью человек, ну пациент, и сам аппарат помогает разрабатывать двигательные функции. Торгостоящее оборудование, авторефрактометр и авторимологический комплекс появились в этом году в фельдшерско-акушерских пунктах Мильковского района. В поселке Березники Елизовского района и в селе Ваямполка возвели новые ФАПы. В поселке Сокач открыли амбулаторию после капитального ремонта. Всего до 2025 года в регионе запланировано строительство 26 новых объектов здравоохранения. На эти цели из федерального бюджета выделено 3,6 млрд рублей. Особое внимание в 2022 году, конечно, было уделено мобилизованным гражданам и их семьям. Положенные выплаты, бесплатное питание в школе, бесплатные путевки для детей и многие другие вопросы можно решить в специально созданном центре помощи и на едином портале госуслуг, где реализован сервис меры социальной поддержки для сопровождения мобилизованных лиц и их семей в различных жизненных ситуациях. Жители Камчатского края, мобилизованные и члены их семей могут подать заявление на получение более 30 различных мер поддержки. Там приложен полный пакет документов на заявление на получение определенной меры. По большому счету, это и денежные выплаты, и содействие в поиске работы, и сохранение рабочих мест, освобождение от платы, взимаемой за присмотр, уход за детьми и различного рода другие меры, на которые сейчас мобилизованные члены их семей могут рассчитывать. На Камчатке трудятся люди сотен профессий и специальностей. А какие профессии больше всего уважают жители края? Об этом и спросили прохожих на улицах Петропавловска. Рыбак всегда была уважаемая профессия. Важные, конечно, медики. Особенно после ситуации с коронавирусом. Мы видели, как они выстояли, все это отлично. Медицинская сестра. По вашему мнению? Тоже медицинская сестра. Наверное, врач. Ой, рыбак, наверное. Так, ну, военнослужащие, но это военная профессия и рыболовство. Политика властей региона направлена на повышение качества жизни и благополучия камчатцев. Строятся школы, детские сады, объекты здравоохранения, спортивные объекты. Создаются возможности самореализации и для нашей молодежи. Огромная помощь оказывается в трудоустройстве, открытии собственного дела и, конечно же, особое внимание семям мобилизованных граждан из старшего поколения. Этот вектор развития региона будет сохранен и в следующем году.